Медиагруппа «Авангард» представляет Такой у нас немножечко деловой семейный здесь встреча, потому что достаточно живая дискуссия, насущная проблема относительно внешнего обязательного аудита. Я хотела бы представить наших спикеров. Это мой со-ведущий, Владимир Голованов, который представляет в первую очередь первый подкомитет ТК-122 и компанию «Инфотекс». Я представляю ассоциацию «Абис» и компанию «Актив Консалтинг». Рядом с Владимиром у нас сидит Антон Свиницкий, это «Диалог наука». Евгений Безгодов, компания «Дейтери». Спасибо огромное Александре Дудко, «Банк России». Дальше Вадим Кудрявцев, «Элвис Плюц» и Николай Агринский, инженер компания. И, наверное, сразу Владимиру Голованову слово. Он погрузит нас в тематику, в формат нашей дискуссии. Да, Владимир? Добрый день, коллеги. Ну, по большому счету, как бы мы по итогам нашей работы Америку открывать заново не планируем. Основная задачка освежить у нас в головах, как вообще работает система и инфраструктура аудита, информационного безопасности. Мы получили с прошлого года целый блок обязательных требований по защите информации от отраслевого финансового регулятора. Требования формальные к подрядчикам. Единственное, к внешним оценщикам, это наличие лицензии по ТЗКИ. Лицензиатов по ТЗКИ сотни компаний. Но прекрасно мы понимаем, что не все готовы работать в финансовом отрасли, потому что там есть специфика. И много существует развитых, зрелых систем оценки соответствия. И сегодня мы как бы освежим, как это все работает, как мы работаем. И куда бы нам идти, чтобы не было все так печально, как в настоящее время. Потому что прошлый год показал, что на рынке у нас полный хаос от цен до содержательной стороны. И уже некоторые заказчики, грубо говоря, накушались, подорвались на минах. Наверное, кто-то скажет. От банка здесь может поделиться. Поэтому вот основная программа такая. Да, и, наверное, начнем мы с текущего состояния из дел. Как сегодня на первой сессии нам Александр уже рассказал. В прошлом году была 171 проверка как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. И в связи с этим у меня к Александру вопрос. Наверняка, ну, большая часть из них, банки, ну, как минимум, умели результаты внешних аудитов по 382П, а кто-то, возможно, уже и по ГОСТу. Вот с чем Наздор столкнулся в расхождении собственного понимания ситуации, реальности в финансовых организациях и то, что было представлено в отчетах внешними аудиторами? Спасибо за вопрос. Я постараюсь коротко ответить. Значит, действительно, вот мы на предыдущей сессии говорили о надзорной практике вообще. То есть, в принципе, надзорная практика, сами проверки, которые Банк России проводит, это тоже своеобразный такой аудит, правда, добровольно принудительный, да? Вот. И мы видим, скажем так, две большие разницы между результатами тех проверок, которые проводим мы, и те проверки, аудит, извините, которые проводятся независимыми компаниями. Да, в большинстве случаев почти все аудиты, естественно, проводят, потому что есть требования, это требование выполняется, но мы видим, к сожалению, такой достаточно, ну, скажем так, общая проблема – это поверхностный, достаточно формальный подход. Но так или иначе, очень хромает обоснованность, то есть вот неподробная, непрописанная цепочка ход мысли в обосновании сделанных оценок. То есть там зачастую либо почти пустые ячейки, либо как-то вот очень поверхностные фразы. В результате такой отчет, он, скажем так, во время нашей надзорной практики, они всегда изучаются, он в первую очередь, что вот выходит наш проверяющий, когда подает заявку на предоставляние каких-либо документов, он в том числе запрашивает результаты внешнего аудита и начинает даже от них отталкиваться, чтобы там уже увидеть какие-то проблемы, куда стоит как бы копнуть глубже, да, где-то посмотреть. И зачастую оно, скажем так, слабо чем помогает. И выводы делаются такие, что в итоге мы оценку существенно понижаем итогово по результатам наших проверок. То есть оценки аудиторов часто завышены. Да, еще такой момент, просто из практических вещей. При проведении каких-либо там тех же пентестов, каких-то заключений и так далее, есть уклон в сторону как бы модели угроз, подразумевающей некую внешнюю атаку, и меньше уделяется внимания возможным внутренним злоумышленникам. Хотя практика последних инцидентов, таких громких, значимых, указывает на то, что у очень многих банков то, что связано, например, с утечками, и это внутренний преступник в организации, этому маловато уделяется внимания. Вот просто практический такой момент. Что касается вообще в целом результатов, то возможно это связано с тем, что, скажем так, у аудиторской компании нет четкого круга ответственности по результатам своего аудита. На мой взгляд, наверное, какую-то модель ответственности необходимо предусмотреть. Либо это прописывать в договорах между организациями, проходящими аудит и аудиторами. Может быть, подразумевать какую-то финансовую ответственность аудиторов в случае, если после проведенного аудита, если там все окей, хорошо, то все-таки происходят какие-то существенные инциденты явные. Но в этом должны быть заинтересованы обе стороны. То есть я уже говорил, что все-таки одной из причин многих нарушений вообще изъянов безопасности это такое неадекватное отношение собственников и руководителей, такое формальное к этому вопросу безопасности. Но оно стало потихонечку уходить, такое отношение. Это мы заметили в этом году. Поэтому, наверное, организации заинтересованы в получении не просто от аудиторской компании бумажки, а акта, который можно показать Банку России, требования соблюдено, оценка проведена. Все-таки объективный результат. И поэтому, наверное, проверяемые организации были бы заинтересованы в что-то такое в договоре предусмотреть. Либо, может быть, даже вообще предусмотреть, но это вопрос как бы не сегодняшнего дня, это надо как-то обсуждать на другом уровне. Ответственность, может быть, какие-то санкции по отношению к компаниям аудиторским, не знаю, там поговаривали вплоть до вывода с рынка, но это, конечно, такая жесткая вещь. Но, тем не менее, какая-то модель ответственности должна быть. Это вот вопрос, наверное, всей аудитории, рынку и регулятору вместе подумать, как это, наверное, можно, ну, что-то делать в этом направлении нужно. Вот как бы у меня такой основной посыл. То есть главная проблема, да, это вот поверхностный взгляд и нет ответственности. И еще тоже, это то же самое, что, наверное, и к нам рынок предъявляет, я тоже сам об этом говорил в своем выступлении на предыдущей сессии, результат аудита должен быть не просто ревизией конкретного выполнения, соответственно, каким-то пунктам требований, да, он должен, из него должны вытекать некие риски, понятные и собственникам, и регулятору и так далее. Поэтому, может быть, шире описывать, вот, кроме формальной оценки, какую-то аналитическую записку предусматривать, делать выводы, именно выводы такие профессиональные, может быть, не основанные на конкретной нормативке, но вот такой момент подчеркивать, чтобы он был выявлен, именно риски, которые нужно закрывать. Потому что от этого, от понимания этих рисков, и дальше организация выстраивает свой план развития, да, и, соответственно, если этого нет, то получается, как следствие, такой же слабый план развития, который формальный. Наверное, если бы те риски были явно показаны, то организация двигалась бы более, скажем так, не в темноте, да, в этой области. Ну вот у меня все. Да, спасибо огромное. Ну, наверное, не только, когда надзор выходит в свои, в общем-то, поднадзорные ведомства, сталкивается с, скажем так, не совсем качественным аудитом. Зачастую к аудиторам приходит запрос от финансовых организаций, в которых уже были проведены аудиты, о перепроверке. И у меня вопрос, соответственно, к Антону, потому что диалог наука действительно компания с большим опытом проведения подобных аудитов. Вот в таких случаях, когда вы приходили, и уже до этого был проведен аудит другой компании, что вы видели в отчетах? Это ваше ощущение, почему такие разные подходы, разные результаты? Коллеги, да, еще раз добрый день. На самом деле я продолжу мысль, которую говорит Александр, потому что, наверное, все кроется в той методологии, которой мы живем уже много лет, да? Если мы вспомним Стандартбанк России, да, то там были формулировки серии. Требование должно быть определено, контролироваться, выполняться и так далее. Но что такое определено, нигде не было неформализовано и так далее. Поэтому большинство кредитных организаций и проверяющих, да, определено. Есть ли политика? Ну, есть политика, да, управление доступом. Значит, что-то определено. А глубина проработки, она нигде не формализована. И основные выводы аудитор делал, исходя из собственного экспертного мнения. То есть поставить теничку за то, что есть только политика, ну, наверное, можно, да? Но насколько это отвечает реальным рискам, которые возникают? Может быть, там процедура построена таким образом, что она неэффективна и половина доступа представляется в обход этой процедуры? Ну, это как пример, да? Ну, на самом деле, здесь есть несколько причин, на мой взгляд, да, исходя из того, что мы видим. Первая причина, когда мы приходим в организацию, особенно последний, наверное, год или два, когда появились обязательные требования к внешнему аудиту, часть заказчиков перешли на внешний аудит, и мы видели отчеты предыдущие как самооценки. И основная задача безопасности – продемонстрировать руководству, у нас все хорошо, да, чтобы нас не уволили, нас не сократили, денег не уменьшили в бюджет, вот. И Банк России отчитали, что вот мы 0,7, мы серединки, и поэтому к нам, наверное, не придут. Поскольку мы знаем, что Банк России уже переходит на плановую, да, вот там раз в два года, любая кредитная организация должна быть проверена, вот, то такой подход уже не работает. Соответственно, когда мы оценим себя сами, мы, есть у меня политика, есть, да, отметили, есть у меня антивирус, есть, ну, а сколько он настроен, везде ли, не проверяется. Проблема – полнота, да, то есть полнота, глубина проверки, она не отвечает потребностям, которые, видимо, видит регулятор перед этой задачей. Но есть и обратная сторона, да, то есть мы сталкивались с ситуацией на нашем же опыте, что заказчик меняет аудиторскую компанию по какой-то причине. Приходит новая аудиторская компания, внешним аудитом, иставляет оценку. Оценка меньше. Потому что другая выборка, другая глубина проверки. И очень часто возникает вопрос. Мы же заказали вам аудит, да, вот не надо меньше 0,8. У нас предыдущая была 0,8. Как бы, не дай бог вы нам поставите меньше. Но и вопрос сразу о аудитерской этике возникает, да. То есть это все взаимосвязанные понятия, которые влияют на качество аудита. К сожалению, опять же, продолжим, наверное, мысль Александра, что без какой-то определения правил игры, ответственности аудитора, мы так и будем крутиться в этом замкнутом круге, когда аудит только ради аудита, да. То есть никакой практической ценности он не будет нести компанию. С другой стороны, есть третий аэроспект, который тоже хотел бы сказать. Вот тест на проникновение, это прекрасный пример, да. Требование появилось недавно. Прописано одной фразой, да. Необходимо проводить пентест, анализ уязвимости инфраструктуры. Но не прописана ни глубина, ни объем, ни какой скоб проверок должен быть пройден. И, соответственно, что мы видим, нам показывают отчеты пентеста, да. Внешнее сканирование провели таким там бесплатным сканером, ручками даже ничего не попробовали. И вопрос, да. Вот нам, как аудиторам, формально, да, требование выполнено, тест пройден. Но критериев нету, поскольку... И мы даже выставляя оценку ниже, да, говоря коллеге, но это не пентест, да. Это просто, ну, проверка, имитация, да, деятельности. Он говорит, ну, у нас было 100 тысяч, вот мы за 100 тысячи сделали, да. Ну, классический пример. Соответственно, надо понимать, что определенная работа стоит определенных денег. И это тоже надо, видимо, доносить до сообщества и до кредитных организаций, некредитных организаций, что определенная работа не может стоить вот столько денег, потому что вы не получите то качество, которое вы хотите. Которое, наверное, хотелось бы получить с Банку России со стороны внешних аудиторических компаний. Соответственно, третий кросс-момент – это глубина, область и объем проработки. Соответственно, он хромает. И надо понимать, что как раз это, ну, очень частая причина того, что компания может быть недовольна аудитором. Потому что цели были одни – продемонстрировать, например, максимально там возможное количество проблем, а аудитор просто по версии посмотрел, сказал, ну, вот здесь все так хорошо. Для ЦП хватит. Можно я два слова просто прорезюмирую? Поддержу еще раз тоже Антона. Хочу больше сказать, вот он правильно заметил, о глубине проработки. Есть там требования, должно быть то-то, но как глубоко этого-то, его нет. И никогда его регулятор не пропишет и не сможет прописать это нормально. То есть как раз глубину проработки должны требовать собственники, руководители, ну, банка или иной организации, если они действительно заинтересованы. Я говорю, такая заинтересованность растет. Мы тоже над этим работаем. Вот в том зале мы говорили вот о тех, скажем так, работах, которые сейчас наш департамент проводит. Это и киберучение, да, это и риск профилирования, и интеграция системы риск профилирования безопасности в систему оценки экономического положения банков. Ну, те, кто банки, знают, что это такое, о чем речь. А оценка экономического положения банков, по пяти группам, она влияет на режим надзора. То есть это уже некий экономический стимул мира. Вот когда это все заработает, то, наверное, там хочешь не хочешь, это будет рычагом, да, таким. И поэтому и собственники, и руководители не будут заинтересованы формально к этому относиться. Они будут заинтересованы получать именно объективную картину, потому что деньги уплочены аудитором, да, будут. И результат нужно увидеть тот, который есть, чтобы оценить и все это в связке, и свое экономическое положение, и качество корпоративного управления. Пока это разрабатываются, это проекты, но вот тенденция такая. Вот пока действительно все зиждется во многом на ответственности, вот на самой дисциплине пока руководителей, да. Я добавлю, Александр, уже не первый год в Комитете по стандартизации, который работает на базе Банка России, затрагивается вопрос и означается, что нужна, в принципе, вот под эту тематику, под пентесты хотя бы типовая программа методик испытаний. Значит, почему она нужна? Чтобы заказчик понимал, что он минимум должен заказать, о чем подумать должен, и отсюда бюджет выстроен. И, соответственно, сформулирует правильное, ну, максимально полное, значит, задание для подрядчика. И, значит, тем самым, чтобы была определенная польза, а не просто шашечки, да, Настя? Да, я полностью, да. Да, и мы имеем тут в России уже устоявший термин, лет 5-7 последних, бумажной безопасности. Коллеги, это вот ноу-хау российская бумажная безопасность, хотя она, конечно, по планете идет, общаясь с коллегами, и в тех же самых штатах иногда тоже начинают тем же, значит, палок там тоже закручивают регулятор гайки и начинают заниматься фантиками, когда до всех руки у регулятора не доходят, то, значит, тоже бумажные. Но у нас это максимальная, как бы, разница в силу практически, да, практически отсутствия какого-либо жесткого контроля. И, значит, единственное требование предъявляемой конечной организации – это наличие лицензии по ТЗКИ. И вот в этой связи хотелось бы задать вопрос Вадиму, подрежу, что достаточно ли этого, или вы по своему опыту понимаете, что нужны и другие моменты какие-то? Да, конечно, возвращаясь к тому, что вообще подразумевает в себе лицензия на ТЗКИ. А если посмотреть в требованиях к лицензиату, то, в общем-то, мы увидим, что да, там требуются специалисты с профильным образованием, выделенные помещения, соответствующее там оборудование, но слово про аудиторов, про их квалификацию, в общем-то, там нет ни одного. Поэтому, естественно, что сейчас все организации, понимая, собственно, этот момент, пытаются, и на самом деле это в какой-то степени работает, включить ответственные организации, которые хотят получить адекватный аудит, получить хороший результат, они уже используют существующие, так сказать, международные, признанные сертификации для включения в требования, как для квалификации участников, ну, тех исполнителей, которые претендуют на выполнение для них аудита. Какие это могут быть требования? Это могут быть требования к квалификации сотрудников, не секрет, есть ИСАКовские сертификаты, это международная ЦИСа, CISSP, есть BSI, все эти сертификаты довольно много значат, они говорят о том, что люди, которые их получили, действительно квалифицированы, что аудит, проведенный с использованием данных кадров, естественно, будет как минимум на порядок выше, чем просто людьми с улицы. Что еще включают заказчики в требования, и это тоже работает, это, конечно же, опыт компании по проведению аудитов, там аналогичных, в других сферах, это тоже очень важный фактор, отзывы предыдущих заказчиков. То есть все это, это то, что позволяет оценить финансовые организации или не финансовые организации и представление получить о том, кто для нее будет проводить аудит и как следствие сделать вывод, насколько он будет квалифицированно, выполнен. Сертификации, которые сейчас ценятся именно российских, но сейчас на рынке, я боюсь, что назвать затрудняюсь, потому что их, в общем-то, актуальных нет. И это вопрос к обсуждению, который интересно будет поднять, то есть как и сформировать систему сертификации аудиторов, которая примет сообщество, которая будет свидетельствовать о том, что специалист не на бумаге будет проводить аудит, а будет использовать все свои знания, понимание стандартов, технические знания, опять же, для того, чтобы результат получился не для бумаги. Спасибо, Вадим. Вадим Кудряцев, Элвис Плюс. Ну, вот прозвучал ряд тезисов, а теперь хотелось бы перейти уже к реально работающим системам. Все мы знаем, что международный платеж системы, когда им нужно было решить вопрос с обязательным аудитом, причем по всему миру, они создали складчину компанию, которую все мы знаем, все и комсулы, работающие по заказу этих организаторов, этих учредителей. И вот то, как это работает, может быть, не все знают, но кто-то, естественно, касался тем пачков процессинг. Хотелось бы дать слово Евгению Безгоду, компанию, которая имеет многолетнюю практику и компетенцию практически по всем областям аккредитации, то есть что такое аккредитация, по каким направлениям работает, насколько жестко спрашивается аудитория. Спасибо. Да, спасибо, готов рассказать. Компания Деверии. Да, спасибо. Во-первых, действительно согласен с проблемой, которую еще в начале Александр озвучил, о том, что вот есть требования от ЦБ к кредитным организациям о том, как делать безопасность, и цель здесь безопасность. Но эти требования выполняются через пень-колоду, и в основном акцент внимания делается именно на требованиях, а не на цели сделать безопасность. И эта проблема, она реальная, мы ее видим постоянно, и у клиентов, у которых мы только начинаем что-то внедрять, и у клиентов, которые нам достались от других, аудиторов некоторых. Эта проблема есть. И в качестве решения я здесь услышу вот эту вот идею, значит, сформировать набор требований к аудиторам, как понимать, что они хорошие. А вот у меня возникает вопрос сразу, хорошо, откуда у нас уверенность, что эти требования будут нормально работать, что они тоже не будут просто на бумаге. Есть требования к банкам про безопасность, а мы собираемся еще сверху навернуть требования к аудиторам, которые проверяют вот эти вот требования. Почему они там будут работать? Вот в случае с международными платежными системами эта проблема по большей части решена. Там проблем тоже хватает, но они как бы немножко на шаг впереди находятся в этом конкретном решении. И здесь в первую очередь я, конечно, расскажу про то, какие конкретно требования там есть к аудиторам. Но сначала я хочу сказать про саму эту экосистему, которая эти требования выдвигает и которая контролирует соблюдение этих требований. Эта система сама по себе выстроена так, что она хочет и может работать хорошо и на результат. Для решения этой задачи международные платежные системы, которые, кстати говоря, между собой конкуренты, они каждый зарабатывают денежки, каждый кусает свою долю рынка, они вдруг собрались вместе, изначально в пятером, потом к ним еще присоединились, сейчас и на СПК тоже с ними вместе работает. Они собрались вместе и создали единую организацию, назвали ее Совет PCI-SSC и сказали организации, ты будешь, первое, развивать стандарты, выпускать их новые версии, выпускать новые стандарты, второе, ты будешь управлять аудиторами, наделять их статусами, лишать их статусов, если они плохие, контролировать их качество работы, обучать их, популяризировать всю эту историю. А мы, со своей стороны, будем, во-первых, кормить тебя денежками для того, чтобы у тебя это получалось, с другой стороны, будем за тобой присматривать, и кормить тебя будем, наверное, чуть меньше, чем тебе было бы достаточно для того, чтобы нормально кушать. А остальную часть, ты будешь, организация, сама зарабатывать на рынке хорошими, годными методами. Какими именно? Например, взносы от аудиторских компаний, которые хотят таковыми быть. Это абсолютно прозрачная история, здесь не может быть какой-то зависимости, здесь не может быть ангажированности вот этого регулятора какой-то одной компании или группы компаний аудиторских, потому что есть фиксированный прайс, хочешь быть аудитором, вот, плати столько, сколько написано на сайте, и заходи. Но этого, конечно, мало. Нужно, кроме того, выполнить еще ряд требований. Я сейчас пока вот про саму модель организации еще скажу. То есть выстроена экономическая и политическая модель, обеспечивающая то, что мы идем к цели, а не к каким-то вот поставлениям галочек, что что-то где-то, какие-то требования соблюдены. Совет PCSSC, с одной стороны, финансово мотивирован на то, чтобы аудиторов было много, с другой стороны, он подчиняется платежным системам, и если он не будет обеспечивать качество работы аудиторов, руководству этой организации быстро просто скажут, до свидания, возьмут других нормальных. Соответственно, экономика и политика здесь работают вот так вот хорошо. Теперь, что это конкретно за требования к аудиторам? Во-первых, есть два аудиторских видов статуса. Это аудитор-компания и аудитор-человек. Аудитор-компания может таковой быть только если у нее в штате есть аудиторы правильные с биркой QSA-аудитор, и QSA-аудитор-человек может быть таковым только если он находится в штате такой компании. К компании какие требования выдвигаются? Во-первых, прежде всего, это опыт, который подтверждается вполне понятными вещами. Во-вторых, это компетенции. Далее есть такая история, как кодекс аудитора и соглашение с советом PCIS-AC, по которому эта компания обязуется соблюдать всякие вот эти вот правила. Есть обязательное требование о том, что эта компания страхует свои бизнес-риски на случай, если она накосячит, то чтобы индустрия от этого не пострадала. И есть довольно хороший такой надзор, но это я потом отдельно, думаю, позже расскажу за этими организациями. К человеку какие требования выдвигаются? Есть перечень из пяти тематик, в каждой из которых аудитор должен иметь опыт работы. Это вполне себе реальные практические вещи. Это безопасность приложений, это сетевая безопасность, это организация процессов информационной безопасности. Вот такие вот темы. И нужно подтвердить, что ты участвовал в таких проектах, что ты это знаешь, ты это умеешь. Есть две группы профессиональных сертификаций, выделенных советом PCIS-AC, и сказано, что из каждой группы сертификаций аудитор должен иметь хотя бы по одному сертификату. Это весьма такие авторитетные известные вещи, от ИСАКИ, по ИСО 27001, набор известных, авторитетных сертификаций. Про контроль я расскажу позже. Основная мысль заключается именно в том, что сама система выстроена так, что она работает, и она может работать. Потому что мы же понимаем, что это можно организовать так, и в общем-то примеры такие были, когда регулятор не заинтересован в том, чтобы достигалась цель действительно защиты индустрии от рисков. Вместо этого он делает что-то другое. И вот для того, чтобы правильно это организовать, нужно смотреть на политику и на экономику. Кому регулирующая организация подчиняется, и как, в том числе деньгами, она обеспечивает себя ресурсами, и почему она хочет делать все правильно. Спасибо, спасибо, Евгения. Ну, наверное, еще очень важная вещь, которую Евгений озвучил, это, ну, к слову... А, да, конечно, конечно. Мы говорили про качество аудиторов, да, вот Ирина правильно сказала, что есть требования к сертификатам, и что важно отметить, что там почему выделены две группы. Первая группа – это специалист в управлении информационной безопасностью, то есть это сертификат связан с менеджментом. А вторая группа – это специалист по технологиям, то есть по... которые там... ЦССП, да, например, это не ЦССП, да, который про управление, это именно по технологиям. И как раз это важно, что человек не только знает, как правильно построить управление информационной безопасностью, но и умеет и знает, разбирается в технологиях, что он будет непосредственно проверять. Коллеги, я предлагаю шагнуть дальше. Наверное, если такой краткий вывод сделать из того, что мы услышали, по требованиям, которые предъявляются сейчас или международный опыт к компаниям-аудиторам, да, то скорее из того, что, опять же, мы здесь услышали, нет задачи увеличивать требования к компаниям-аудиторам, скорее разработка стандарта качества оказания услуг по аудиту, то есть вот этот стандарт оказания качества, он, наверное, решил бы многие проблемы, куда, конечно же, войдут и требования к физическим лицам, самим аудиторам, и очень, мне кажется, важную вещь, опять же, повторил Евгений Безгодов в компании Дейтери, о том, что компания-аудитор должна, наверное, все-таки как-то, может быть, финансово закладываться, риски, не риски, да, но, в общем-то, какую-то финансовую ответственность, так или иначе, в какой-либо форме, еще пока непонятно какой, но это унести финансовую ответственность, иначе, в общем-то, имеем то, что имеем. Мы с вами поговорили про вообще текущее состояние качества аудита, да, то, что часто мы видим, что качество сильно хромает, скорее всего, из-за то, что на поверхности лежит, это из-за формального подхода как с заказчиками, откровенно говоря, так и компаниями-аудиторами, но здесь еще, конечно же, стоит вопрос квалификации самих аудиторов, и к этому тоже сейчас уже пришли, да, в разговоре поговорили, что у нас какие требования к аудиторам, физическим людям предъявляются по PCI DSS, но помимо этого есть еще другие международные стандарты, и я просила бы Николая Гринского, ТЦ-инженер, рассказать про опыт ИСОшных стандартов, и какие требования к аудиторам, и как вообще происходит процесс обучения аудиторов, сертификации аудиторов, физических лиц, это тоже, я думаю, очень полезно нам будет подумать, как это можно применить в нашей реалии. Хорошо, смотрите, значит, если говорить про опыт, который имеет отношение вот к международным органам, таким как BSI, Veritas, CHUV, такие вот достаточно крупные органы, то там этот процесс, он работает, и он достаточно длительный, поэтому, возможно, вот в полной мере для нас он не так здорово подойдет, по крайней мере, на первых этапах. То есть, если говорить, например, про BSI, то для того, чтобы стать аудитором, необходимо первое, это очень похоже к тому же на сертификации, ИСАКовский, то есть должен быть опыт работ, этот опыт работ должен быть 5 лет, при этом он может еще разбиваться, да, то есть это должен быть не просто подтвержденное, что я где-то работал, а именно с указанием проектов, моей роли, которой я в них участвовал и так далее. То есть, это вот обязательно по порядкам дается. Значит, на основании этого орган уже первично может классифицировать, да, то есть этот человек, он просто аудитор, возможно, у него был некий опыт, связанный с преподаванием, тогда он может быть и аудитор, и тьютор, и так далее. После этого второй момент, который тоже должен быть, это важная отрасль, в которой человек работал. То есть, человек, который занимался, скажем так, в области металлургии, не может, допустим, проверять какие-нибудь фармацевтические организации, ну, или обычно стараются этого не делать. То есть, есть отдельные требования именно к той области, к тем направлениям, в которых человек имеет профессиональный опыт. Это связано с тем, что если мы говорим про проверки, например, по 27-201, то, естественно, человек должен понимать не только на уровне информационной безопасности, он должен понимать на уровне и бизнес-процессов. Поэтому, если вот говорить про нашу тематику, то это должен быть опыт не просто в информационной безопасности, а именно опыт, связанный с финансовыми организациями. Вот, обязательным этапом является прохождение соответствующих курсов, и это, ну, как пример, может быть курс по 27-201, тот же ледодитер. Вот, после того, как человек его проходит, там тоже сдаёт тесты, он может претендовать на вот такой первый шажок в аудите, когда он выступает как некий трени, да, то есть как, ну, ученик, назовём так. И как вот в этой ипостаси он должен набрать энное количество часов, да, ну, порядка сотни. То есть это означает, что он сам на аудит один отправляться не может, он ездит с кем-то и учится именно работе аудитора. После того, как он набирает достаточное количество часов, он должен провести аудит самостоятельно под надзором более опытного товарища, да, который фактически даёт ему оценку, что, да, вот, он действительно может выполнять. И после этого человек вот получает звание аудитора. При этом звание аудитора ещё не означает, что он может выступать как самостоятельная единица. То есть после этого три года он работает как аудитор в команде с ведущим аудитором. И вот где-то через три года есть вероятность того, что вот уровень будет поднят, и тогда человек уже сможет выступать как автономная единица. При этом, как только он становится аудитором, он в обязательном порядке также сдаёт ряд тестов. И вот нет ситуации, например, он стал аудитором и потом куда-то отвалился. То есть он в каждой, там, в течение трёх лет должен обязательно проводить некое количество аудиторов, аудитов, участвовать в них. Вот если в целом, то цепочка вот такая. И общаясь достаточно плотно с органами, которые у нас представлены, у нас по 27 в стране пока не так много сертификаций. То есть по моим ощущениям порядка сотни вот ведущим органам, если их всех объединить, аудиторов сейчас явно не хватает. Они вынуждены вот пытаться этот ресурс искать, а так как рынок специалистов по безопасности у нас сейчас скорее перегрет, то есть специалистов не так много, вот они также испытывают с этим достаточно большие трудности. И вот этот длинный путь, он также влияет. Я бы немножко хотел добавить вот по поводу организаций, я вот тоже наблюдал, да, вот этот вот опыт, когда органы по сертификации, да, есть же на рынке, ну, в безопасности на РП-27 более известен БСА, но также занимается бюро Веретас, которое гораздо больше, к тому же по размеру, занимаются целое семейство ТЮФов, занимается ИЖС, занимается ДНВ, то есть компаний с мировым именем, которые занимаются, их много. Но тем не менее, если большинство безопасников спросить, о чем они будут думать, когда зовут 27201, первая мысль это будет, скорее всего, БСА. Это связано с тем, что это же сертификация добровольная, их никто не принуждает. Это означает, что вот у этой компании есть имя, то есть это имя не для тех даже, кто будет потребителем аудита, а для тех, кому они будут показывать результат. Вот, возможно, здесь будет иметь смысл не предъявлять все более жесткие требования к компаниям аудиторов, а, например, со стороны уже проверяющего органа банка вести некий рейтинг по своим проверкам, какие компании там делали и насколько они оценивают высоко их работу. Вот если будет такой рейтинг компаний, которые делают, возможно, для тех, кто будет потреблять эти услуги, степень доверия будет, значит, гораздо больше. Интересная мысль, но здесь, если только Банк России попробует опубликовать, там его сразу обвиняют во всех смертных грехах и по судам загоняют. Тут очень жаль. Страна такая, либеральная ветка, она преобладает. Спасибо. А у меня еще такой вопрос, достаточно сложный, возможно, действительно, на первых этапах для нас избыточный процесс, сертификации, обучения, сертификации аудиторов, но вот по количеству, ну, по годам, это сколько растягивается для одного аудитора, обучение, потом практика со старшим аудитором, самостоятельный аудит, сдача тестов, ну, вот по опыту. Ну, то есть, если мы не берем предведущий опыт, который должен быть, да, в районе 5 лет, то, ну, где-то 3-4 года. То есть, реально, чтобы стать ISO 2001, это порядка 7-8 лет, да, то есть, это восполняемость кадров аудитов. Ну, понятно, что наш рынок, он диктует нам определенные правила сейчас, и, в общем-то, ограничивает нас во времени даже, где-то можно сказать, и действительно избыточный, наверное, такой подход, но вопрос обучения и повышения качества, экспертизы, да, физических лиц, аудиторов, он, конечно, стоит очень остро. И еще такой момент, еще один такой момент, да, Владимир хотел задать вопрос в зал. Я вот воспользуюсь правым ведущим, у нас уникальная ситуация, в нашем зале сидит аккредитованный преподаватель по 20.01. Мария Катя, будь добра. Действительно, преподаватель, аудитор как раз БИСАИ, да, БИСАИ, это британский орган по сертификации, действительно, нас много проверяют, нас периодически учат, много онлайн-тестов, у нас есть электронная академия БИСАИ, Лондон, и, наверное, где-то раз в год к нам прилетает по 3-4 теста, по 100 вопросов из разных профильных областей в области безопасности и около. Ну, есть ряд попыток, чтобы сдать, и это обязательно. Приезжают сюда иностранцы, в том числе менеджеры по стандарту по 27-му, проводят тренинги. И еще один интересный момент, о котором мы чуть-чуть сегодня сказали, но не развили тему. Вот есть органы по сертификации, это, например, БИСАИ, ДНВ, ТЮФ, Варитес и так далее. Они сами по себе неплохие органы, но если вы возьмете любой сертификат, вы на нем увидите еще один дополнительный значок, это значок органа по аккредитации. Ну, в мире признается несколько таких органов, например, ЮКОС, САНАП или ДАКС, это те органы, которые аккредитуют работу самих органов по сертификации. И вот эти органы по аккредитации периодически раз в год приезжают в, ну, например, в БИСАИ и делают свои аудиты, заключения по срезу, как работают аудиторы, насколько полны их отчеты, насколько достаточно квалификации, насколько внутри здесь процессы протекают правильно, при этом используется международный стандарт 17.0.21 как критерий. И вот эта схема, она давно уже отработана, отработана во всем мире, признается, и тем самым защищается как раз это качество, в том числе, как органы сертификации и той услуги, которую получает клиент в виде аудита. Ну вот, не знаю, ответила. Спасибо. Спасибо огромное. Если еще сказать про экспертизу, да, понятно, что, я сказала уже, и мы это обсудили все, что это такая насущная проблема сейчас, есть существующие аудиторы, вопрос к экспертизе, но есть и проблема просто катастрофической нехватки кадров, и об этом тоже уже сегодня упоминали. Ну, для понимания этот год и следующий год, два года, для кредитных и некредитных финансовых организаций нужно как минимум пройти внешний аудит по ГОСТу, как минимум, да, это порядка 600-650 компаний суммарно на данный момент. Средний аудит по ГОСТу идет месяц-3 месяца, количество аудиторов в команде в зависимости от организации, да, один, два, три, четыре, пять, может быть, и так далее. Если мы посмотрим на количество компаний-аудиторов, кто сейчас реально работает на финансовом рынке, известных нам, да, вот мы как бы все общаемся и все работаем на этом рынке, это порядка 20 компаний, да, у них есть штат аудиторов, но уже становится очевидно, что такого количества аудиторов для проведения даже аудита по ГОСТу качественно, катастрофически не хватает, поэтому вопрос не просто повышения квалификации текущих аудиторов, но и постоянно восполняемая такая система кадров, она просто необходима, и я думаю, что коллеги из Банка России меня поддержат. Но это такая ремарочка, я предлагаю дальше пойти и, в общем-то, Владимиру передаю слово. Да, спасибо. Значит, какой вопрос еще, какой средств хотелось бы еще затронуть? Наверное, те, кто работали по стандартам Банка России, который с начала 2000-х создавался, вы, наверное, помните, что был стандарт требований, значит, дальше стандарт процедуры, процесс аудиторы и стандарт с щеклистами. Горгая, что должен спросить? И, по сути, в этих вопросах и раскрывалась методология, а что ожидается в реализации требований? Потому что мы все знаем, что там, например, относительно одного требования могло бы сказать вопрос. Значит, сейчас мы имеем нормативную правовую базу, где есть требования, но не сказано. А сколько вопросов должен задать аудитор? И вот здесь хотелось бы Антону слово поделиться. Вот тяжело ли без методологии? С точки зрения гармонизации и правильно одинакового понимания требований, несколько проблем. Первая проблема, она, наверное, в том, что Банк России или как любое другое государственное учреждение не может нам дать документ, который написан языком, полностью понятным для конечного потребителя. То есть там не может быть написана фраза поставьте антивирус туда-то, туда-то и туда-то. Да, поскольку эти документы должны пройти юридическое согласование, утверждение Миндюст, они написаны максимально юридическим, так скажем, языком. И этот вопрос мы много раз уже поднимали на ТК с 22-м, что приведу пример Московской биржи, которая говорит, напишите нам прямо, что нам надо делать. Ну и Артем Михайлович говорит, ну мы не можем, нас просто такой документ не пройдет. Соответственно, это первая проблема, которая возникает с этой точки зрения. Вторая проблема, я, наверное, здесь опять же приведу пример PCI DSS в какой-то степени, либо то же самое от SWIFT от CSP, где есть одно требование, необходимо провести пин-тест, но в самих документах конкретизировано прям, ну может быть, на страницу, может там на 5-10 пунктов, что аудитор должен проверить в данном пункте. И, наверное, здесь, ну мое видение личное, это совместная работа наше сообщество, с Банком России, потому что мы должны свои методологии проверки гармонизировать, потому что хотя бы на высокоуровнем уровне, да, вот тезис на 5-10 пунктов. Опять же, продолжая, вот, не знаю, здесь вот, наверное, пример PCI DSS, он, наверное, самый яркий, поскольку это уже много лет работает, проработано, отработано и так далее. Каждый год аудитор проходит повторное обучение и повышение квалификации. И в рамках этого обучения PCI Council показывает, на что надо заострять внимание, какие, если были инциденты, то вот на что надо больше обратить внимание на аудите, на какие конкретные пункты. То есть, опять же, наверное, Банку России, опять же, личное мнение, да, может быть, следовало проводить какие-то, вон, дискуссии, сессии с аудиторским сообществом и демонстрировать, что им хотелось бы, ну, акценты, глубина и так далее. И третья, наверное, проблема в гармонизации, вот я, наверное, об этом уже говорим на последние, наверное, последних низких конференций, это кадры. Потому что по опыту даже нашей компании найти человека на рынке, который знает, что такое информационная безопасность, можно. Человека, который, кроме информационной опасности, знает IT, сложнее, который имеет опыт проведения аудитов, ну, это, я, скажем так, человек, который постоянно ищет людей в команду, да, я скажу, что это в разы сложнее. Но даже находя такого человека, мы понимаем, что, пусть даже аудитор со стажем, да, с каким-то опытом минимальным, у него все равно существуют внутренние акценты, на что он больше заостряет внимание. Какие-то процессы, кто-то заостряет больше мнение на процессе управления, кто-то на, кому-то больше нравится техника, он лучше будет ее копать. И, возвращаясь к разговору про становление аудитором, да, в рамках BSI, например, да, идет притирание команды и выравниваем вот эту гармонизацию методологии, даже внутри одной компании, то есть два аудитора, они могут иметь изначально разные мнения. И задача аудиторской компании, да, здесь уже как бы немножко шаг выше, да, это мнение приводить к единому знаменателю, для того, чтобы, потому что этот знаменатель знает Банк России. И вот здесь такая вот структура, да, вот, опять же, возвращаемся к PCI DSS, где у нас есть PCI Council, есть организация QSA и есть аудитор QSA. Можно ответить очень аккуратко? Товарищ Рукутянин, дайте ему слово. Смотрите, вынуждены не то, чтобы заступиться за Банк России. Вот смотрите, что происходит. Мы начали говорить о том, что требования соблюдать надо, они формальны, и Банк России хочет, не хочет, не сделает под каждого. Вот у нас наши замечательные ребята-технологи, вот Ольга сидит здесь, это, скажем, сотрудники по ее направлению, очень глубоко сейчас погружаются в каждый вид отдельных там поднадзорных организаций, в каждый вид НФО, но все равно, никто же не волшебник, каждая организация в итоге она уникальна. Опишем технологии, сделаем некие модели общие, но все равно каждая организация будет уникальна. И поэтому, естественно, Банк России каждому не разложит. Опять наш разговор к чему свалился. Мы решили, что да, Банк России значит, он что-то даст, какие-то требования, может быть, даже их уточнит, но нужно как бы самим думать. Вопрос к аудиторам, ага, тогда вам все свалили в следующую проблематику, дайте нам требования к аудиторам. Не можете дать требования к аудиторам, дайте нам рейтинг, пусть нам Банк России даст рейтинг, мы будем выбирать. То есть, понимаете, мы все привыкли, мы тоже, и вы привыкли соблюдать какие-то требования. да, и вот это вот основной ориентир. А должна быть заинтересованность собственность, собственник должен не слазить с аудитора, какой бы он ни был, дешевый, дорогой, пока он ему риски по-русски на пальцах не разложит, вот это основное должно быть. И пока не будет такой заинтересованности, ничего не будет, так и будем все как бы искать где-то виноватого, там, Банк России такую нормативку написал, методологии нет, к аудиторам нет требований. Ну, это все от того, что организация сама либо не хочет, либо не знает, что она хочет, да, она должна хотеть очень сильно понимать свои риски, прежде всего. И тогда будет рождаться и практика нарабатываться и у аудиторов, и у внутреннего аудита у каждой организации, да, и методология будет появляться, вот тогда будет появляться все. То есть внутренних мотивов не хватает. Я вот здесь полностью соглашусь, и, опять же, да, мы, наверное, как аудиторическое сообщество, мы не просим ЦБ нам расписать, как нам выполнять нашу работу, да. Мы там готовы, да, подключаться, помогать, сами конкретизировать и, как сказать так, следить за том, что внутри аудиторического сообщества были именно квалифицированные аудиторы, соблюдающие аудиторскую этику. Однако нам все равно бы мы хотели видеть некоторую обратную связь от Банка России. Вот я специально начал, что в цели и задачи у нас были одинаковые, потому что у них цель до какого-то момента была одна. Дайте нам среднюю температуру по больнице, чтобы Банк России к нам не пришел. Ну, это реальная картина, да, мира, и заинтересованность собственника. Привожу пример, просто вот пример прошлого года, да, мы пришли с аудитором, пришли с аудитом, выявляем несоответствие, пишем об этом в своем аудиторическом отчете, которое мы должны согласовать, потому что аудиторический отчет должен быть утвержден в организации. На что нам в ответ приходит, смотрите, мы тут вот пунктик добавили, все у нас теперь хорошо. Ну, опять же, мы понимаем, что от пунктика добавили, безопасность не возросла. Ну, это, опять же, правильно вы сказали, что заинтересованность собственников бизнеса для того, чтобы безопасность должна быть драйвером. А вот хотелось бы дать Владиму Кудрявцеву слово. Что бывает, когда вот этой вот методологии не хватает? Будьте добры, ЛС плюс. Да, в общем, все как раз уже обсудили, что получается, результат, который получает заказчик, он далек от того, что он хотел получить. Ну, обычно он хочет получить по пунктам действия, что же ему сделать, чтобы все вот эти риски, которые были и определены, они были нивелированы или там сведены к минимуму. А такой вот compliance audit, такой вот подход без определенной более детальной методологии, он приводит к тому, что заказчик, если он настроен, нацелен именно на положительный результат, то есть его интересна именно информационная безопасность, он видит, что да, проверены пункты, да, собраны свидетельства, да, там, не знаю, просканированы порты, но к чему это ведет, какие угрозы, ну, и там риск ориентированно, сколько денег, в конце концов, он потеряет, он не видит. И отчет об аудите сводится к тому, что ну, да, 0,7, те же все стандартные, которые все залыбались в зале финансовой организации. Мы поговорили про увеличение качества за счет разработки некоторых стандартах, да, проведения аудита, мы поговорили о возможном создании единого какого-то методологического подхода, но предположу, что и то, и другое, оно все равно недостаточно, и возможно нужен какой-то дополнительный контроль, система контроля оценки качества, да, проведенных аудитов, и в международной практике такое существует, и я прошу Евгения Безгодова Дейтери и Николая Агринского ЦИН-инженера рассказать, да, сначала про PCI, а потом про ESO, именно вот в разрезе системы контроля качества аудита. Контроль действительно нужен, потому что аудитор все-таки находится в условиях конкуренции, да, и ему иногда бывает трудно ответить на вопрос, почему нужно купить его услуги, когда он будет заставлять заказчика много работать ради безопасности, задорого, а не у какой-то лавочки номер пять, которая продаст это в пять раз дешевле, и ничего не потребует, просто даст сертификат. Вот, значит, как это устроено в случае с PCI DSS? Во-первых, аудитор находится в понятных для него условиях, ему объяснено, что такое стандарт, что такое требование, как их применять, ради чего они сделаны, как это обеспечено. Есть сам стандарт, это не просто набор требований, это не просто их перечень, это еще и напротив каждого требования то, что называется Guidance, в котором написано, для чего это требование придумано, ради какой цели. Это методология как раз. Вот, да. Следующее, для каждого требования есть набор проверочных процедур, что аудитор конкретно должен сделать. Посмотреть конфиги, поговорить с людьми, посмотреть, как работает процесс, прочитать документы и так далее. Это все там подробно расписано, что конкретно нужно делать по каждому требованию. Может быть, одна проверочная процедура, их может быть 10 на одно требование. Дальше это еще не все. Есть шаблон отчета о соответствии, который вбирает в себя все, что есть в стандарте, то есть требования и проверочные процедуры. И под каждую проверочную процедуру делает еще один уровень списка. Под каждую проверочную процедуру пишется, что конкретно ты здесь должен написать, как ты это проверил. Перечисли, какие документы ты прочитал. Перечисли, с какими людьми ты поговорил. Перечисли, какую выборку компонентов ты проверил, а теперь английским языком, текстом, подробно опиши, что ты увидел, почему ты уверен, что это требование выполнено. Но это еще не все. Кроме того, есть база знаний, в которой совет PCISC уже более понятным, менее формальным языком объясняет, что он имел в виду в том или ином требовании, как на практике лучше его понимать, как вообще с этим жить. Отвечает на вопросы, которые ему валятся от аудиторов, от банков, от платежных шлюзов и так далее. Теперь ближе к контролю. Опять-таки, есть понятные простые правила. Есть кодекс нарушений аудитора. Условно говоря, если ты просто накосячил, криво описал, как ты выполнил какую-то проверочную процедуру, тебе просто вот так вот сделают пальчиком. Если ты сделал это много раз, значит, уже будет более существенное наказание. Если ты недосмотрел что-то недопроверил, ты уезжаешь на длительную проверку, ты помечаешься красной строкой в списке QSA-аудиторов, и тебе становится очень плохо, грустно, ты не можешь делать проекты, ты работаешь только на то, чтобы убедить совет PCSSC, что ты нормальный. И если ты вдруг признал невыполненное требование выполненным, то есть ты либо наврал, либо настолько сильно ошибся, то ты сразу как бы до свидания, будешь не аудитор. И дальше как проходит эта проверка? Это выборочный контроль. У совета PCSSC есть список всех аудиторов по миру. В совете PCSSC специально обученный человек берет этот список, кладет его на стол, отворачивается, делает ручкой вот так, бум-бум-бум, смотрит, в кого попал. Ага, этим людям, этим компаниям летит письмо счастья. Пришлите список отчетов о сертификационных аудитах, которые вы за последний год выполнили. Прилетает список, специально обученный человек берет этот список, отворачивается, делает бум-бум-бум, присылает, говорит, вот эти отчеты, давай мне сюда на проверку. Присылаешь. Он начинает их читать. Читают их специально обученные люди, которые в прошлом чаще всего QSA-аудиторы, либо это очень глубоко платежники, безопасники, которые прям хорошо все знают. Они начинают читать твой отчет и говорят, так, слушай, вот здесь я не понял, ты что-то там написал, как ты это все проверял, но как-то недостаточно конкретно. А вот здесь ты что-то написал, но мне кажется, это ответ не на то требование, напротив которого это написано. А вот здесь, мне кажется, ты вообще что-то недопроверил. У тебя есть сто пятьсот компонентов разных видов, а ты проверил только три из них, что с остальными видами происходит. И ты на эти вопросы все отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь. Через это может либо выяснится, что да, ты молодец, ты просто плоховато написал отчет, но на самом деле ты все проверил. А вот если ты что-то на объекте недосмотрел, если ты в какой-то конфиг недозалез, если ты с кем-то недостаточно подробно поговорил, это уже ниоткуда не достанешь. И штука еще в том, что несколько лет назад совет PCSSC кроме отчетов на проверку стал запрашивать еще и архив всех эвиденсов, всех подтверждений того, что каждое требование выполнено. Почему я уверен, что оно так? Копии конфигов, копии документов, протоколы интервью, вся вот эта история, там фотографии, как я в серверную ходил, там щелкал, как там двери сделаны, как там стойки закрыты. Вот. И я должен предоставить свидетельство по каждому пункту, почему я уверен, что все хорошо. Если свидетельств нет, опять-таки начинается вся та история с кодексом и насколько сильно аудитор накосячил. Евгений, я прошу прощения. Вот два слова. Я в защиту ЦБ. Не могу не сказать. В защиту ЦБ. Не хочу я, чтобы ЦБ все это сделал. Это не работа ЦБ. ЦБ должен дать требования. Вот максимум, да, вот требования, просто как в банке должна быть обеспечена безопасность, не более того. Все остальное должна сделать какая-то организация, которая почему-то замотивирована это сделать. И вот в PCI DSS случае, да, это совет PCIS-SC. Я вот говорил про это, что международная платежная система сформировала требования, сделали организацию, сказали, да, мы тебя там прикармливать будем, чтобы ты совсем там с голоду не померла, но на то, чтобы делать это все качественно, иди заработай на рынке. Вот. И здесь, может быть, имеет смысл сделать то же самое. То есть какая-то внешняя организация, одна-единственная, годная, проверенная, находящаяся обязательно под влиянием ЦБ, чтобы если она ерунду какую-то начнет творить, она сразу пошла вон. Значит, и вот эта организация, она замотивирована просто деньгами, которые она с рынка собирает, на то, чтобы все классно сделать. Вот как-то так оно должно быть, на мой взгляд. Так. Мотив должен быть. Это вот Евгений привел систему массового обслуживания, когда тысячи, сотни тысяч объектов по миру должны быть сертифицированы под консул. Значит, более избирательный, значит, более точный, дифференцированный подход это вот Николай по 27.01. Здесь, наверное, не сотни тысяч, потому что сертификатов, насколько я знаю, там несколько тысяч всего по миру. Тут, 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 наверное, даже больше сотни тысяч, потому что правила в данном случае они работают на все ИСОшные сертификаты, по которым выдается сертификация кредитована. то есть это и 9 тысяч, это и 18, и там здоровье, и медицина, и охрана труда, и безопасность, и непрерывность, и управление IT и так далее. То есть... Я про безопасность, я про безопасность. А схема одна. Потому что ПСО 9000 в Европе очень разница, у нас с этим только матерятся вот ПСО 9000. Мы про 20.01. Но схема аккредитации, она следующая. То есть есть ИАФ, это форум, куда входят ведущие аккредитационные органы. Ну вот Маша немножко про них рассказывала. Это ЮКОС, это английский, АНАП американский, это ДАКС немецкий. Росаккредитация, по-моему, сейчас пытается туда попасть. Возможно, по последней информации уже и попала. И вот эти органы, они фактически проверяют органы по сертификации. То есть единственная эта проверка делается не только по конкретным отчетам, она делается полная, включая и финансовые отчеты, и наличие аудиторов, и результаты. И основной момент, особенно для больших органов, заключается в том, что если происходит некий косяк, то есть если их ловят на чем-то таком, что провинились, то отзывается аккредитация не с конкретного органа, ой, не с конкретной компании или с конкретного аудитора, а аккредитация отзывается сразу с органа. И если у этого органа тысячи аудитов по миру, и по этому стандарту у него просто отзывают аккредитацию, он теряет огромный кусок бизнеса разом. Слетает сразу. Да, поэтому здесь получается интересная вещь, то есть с одной стороны это вот все те моменты, которые Евгений рассказывал, они работают так же, то есть кодекс, этика аудитора, проверки. И с другой стороны сам орган по сертификации, для него вот эта проверка, она при отзыве она подобна просто потере бизнеса, поэтому он со своей стороны очень тщательно проверяет этот отчет, плюс отчеты по аудиту, бывают такие моменты, вот особенно последний раз мы с Тюфом сталкивались, вот там даксовская аккредитация, отчеты отправляются параллельно еще и в орган по аккредитации, где он тоже может их проверить. Вот, а в остальном Евгений очень красочно описал и даже показал, похоже очень. Спасибо огромное, да, и все-таки мы хотели попросить подняться Ольгу Краеву, которая нам расскажет о мыслях Центробанка и что планируется. Спасибо. Добрый день коллеги, Краева Ольга, Департамент информационной безопасности Банк России. Действительно Банк России в ближайшие 2020-2021 год ставит для себя одной из первоочередных задач реформирования новый взгляд на систему внешнего аудита. Мы хотим создать и вырабатываем сейчас подходы по новой единой организационной модели, где у нас будут с одной стороны кредитно-финансовую сферу, с другой стороны внешние аудиторы Банк России. Хотим продумать, как все мы, участники, будем взаимодействовать между собой, какие предъявляют друг другу требования, рекомендации, методики и так далее. То есть мы хотим понять, как будет выстроена наша новая модель по внешнему аудиту. Какие принципы мы для себя выделяем в качестве базовых? Во-первых, это доверие. Мы должны доверять результатам внешнего аудита, что это была не формальность, а объективная реальность. И ключевой принцип это профессионализм. Вопрос кадров поднимался в каждой сессии, начиная от первого выступления Дмитрия Германовича, заканчивая в последний день у нас будет Руслан Вестеровский рассказывать, как мы будем готовить кадры. Действительно, мы должны готовить не только специалистов в области информационной безопасности, но и заняться вопросом обучения, подготовки специалистов в области внешнего аудита. И здесь задача не только центрального банка, но и профессионального сообщества. мы готовы. Идти мы готовы. Хорошо, значит, какие мы для себя направления, какие мы для себя ставим первоочередные задачи в этом году. Во-первых, мы хотим разобраться с тем, что происходит на мировой арене, международный опыт, понять, какие есть стандарты и какие стандарты деятельности аудиторов, какие границы, рамки мы можем выработать у себя. Дальше, безусловно, это мы будем закреплять в область в виде стандартов Банка России и соответствующее придавать нормативно-правовый регулирование. Это наша классическая схема. Внешний аудит, собственно говоря, новый внешний аудит будет именно по такой же схеме. Мы хотим определить четкие процедуры и требования к выполнению этих процедур. Требования к специалистам, про которых мы уже говорили, кто это такой, кто такой внешний аудитор, кто нас проверяет, что он знает, что он умеет и чего мы должны его научить. Еще очень интересный вопрос, который мы с Александром Борисовичем вместе будем прорабатывать, уже много думаем. Что делать, если, вот Александр Борисович, я буду в вашем лице говорить, надзорное подразделение, вышло на проверку, у нас появились результаты проверки, есть результаты внешнего аудита, и они расходятся. Что нам делать? Это один из самых острых вопросов, самых болезненных, да, деликатных. Вот Александр Борисович ломает голову, все время, что нам делать, мы ломаем голову, будем. Тогда зачем нам внешний аудит? Ну, иногда вкладать, которые любят. Мы должны, нет, мы должны прийти, все-таки, кто идеальные, светлые модели, когда у нас результаты внешнего аудита и результаты надзорных мероприятий, все-таки. Да. Да. Я думаю, что именно эту цель мы должны для себя поставить. Да, коллеги, и я сидела в зале, слышала активную дискуссию, как Александр Борисович, лица Банка России, выступал, как вы, профессиональное сообщество выступало, и предлагаю все-таки нам начать совместную работу, чтобы использовать наш опыт, наши знания, наши возможности в области регулирования, ваш опыт, практически, которого у нас в области внешнего аудита, объективно нет, и все-таки начать совместную работу по как раз созданию единой системы внешнего аудита. Мы только поддержим, да. Экспертную группу, да, конечно. Да, и тогда, соответственно, поскольку я заодно и представляю ассоциацию АБИС, у нас уже был опыт, мы два месяца назад первый раз собрали все компании-аудиторы, которые нам известны, это порядка 20 компаний и представителей Центробанка, и вот первая была такая установочная экспертную проработку на базе АБИС-ассоциация, так что коллеги, эксперты, аудиторы, кто здесь тоже присутствует, пожалуйста, приглашаем, потому что важны все. Да, да, да. Просьба, пожелание, в рамках проработки все-таки давайте руководствоваться тем принципом, что мы хотим создать единую систему, объективную, доверенную. Мы, прежде всего, будем реализовывать этот проект не в частных, личных интересах, а для всего нашего профессионального сообщества, для наших банков, для нас с вами. Давайте руководствоваться вот этими принципами. Полностью поддерживаем, я думаю, все коллеги, присутствующие, тем более представители финансовых, кредитных и некредитных организаций, конечно, поддержат. Спасибо большое представителям Банка России, очень ценные ваши все, я думаю, всем слушаем, и нам в том числе. Нам, да, очень. Когда регулятор раскрывает чуть-чуть, что он планирует в ближайший год, это всем очень интересно. Тем паче, начало года, и программный год к опьянию, это понятно. Спасибо огромное.